Здравствуйте, товарищи! Приступаем к изучению действительности. Действительность – это единство сущности и существования, лишенное устойчивости явления. Тождество формы и содержания есть абсолютная тотальность. Единство формы и содержания есть абсолютная действительность. Напоминаю, что форма – это внешний мир, а содержание – это внутренний мир. Так внешняя форма яблока и его внутреннее содержание. Определение абсолютного есть отрицание как пустоты, так и всех предикат. Оно выводится как противоречие единства сущностей и всех внешних форм, с их отрицанием друг друга. Абсолютное – это результат непосредственной рефлексии. Абсолютное яблоко есть только в представлении человека, через рефлексию всех виденных им яблок. Так все яблоки в мире не подходят под определение абсолютного яблока. Но отрицание и действительность этих яблок дает человеку представление об абсолютном яблоке. Абсолютное есть абстрактная форма, а тотальность – полное содержание целого. Абсолютное абсолютного – это такое абсолютное, форма которого одинакова с его содержанием. Абсолютное яблоко есть только абстрактная форма яблока, а тотальное яблоко – это полное представление о яблоке как с внешней стороны, так и вместе с его начинкой. Атрибут – это абсолютная в некоторой определенности и абсолютная в некоторой внешней рефлексии, т.е. абсолютное тождество. Атрибут есть лишь относительно абсолютная, т.е. абсолютная в некоторой определенной форме. Каждая из сторон, например, внешняя и внутренняя сторона, целая и части, сила и проявление силы. Каждая из сторон должна иметь свое собственное непосредственное устойчивое наличие. Одна сторона как сущая, другая как рефлексированная. Тотальность, представляющая собой атрибут, положена как его истинное и единственное устойчивое наличие. Форма, внешняя или внутренняя, через которую абсолютная есть атрибут, есть внешняя видимость или голый вид, иначе говоря, это способ. Яблоко, как абсолютное, так и тотальное, имеет несколько атрибутов. Например, контур яблока является примером такого атрибута, т.е. атрибут формы. С другой стороны, в мире нет яблока, подходящего под этот контур. С другой стороны, все яблоки имеют подобную форму. Контур яблока есть лишь голый вид абсолютного яблока, это лишь его внешняя видимость. Модус – это внешнее абсолютного, или голый вид, т.е. рефлексия формы в себя. Абсолютное полагает себя, равным самому себе. Модус – это процесс определения. Абсолютное безразлично к своим различиям. Оно есть лишь абсолютное содержание. Абсолютное повторяет себя для самого себя. Таким образом, оно есть действительность. Контур яблока – это внешность абсолютного яблока, описание его формы. Человек берет этот модус у своих представлений, начинает сравнивать, с ним попавшиеся ему под руку яблоки. В процессе определения окружающих предметов через представление об абсолютном эталоне, человеческое сознание переходит от вещей, которые оно себе представляет, к вещам, которые существуют в действительности. Спасибо за внимание. Продолжение следует...